Пожалуй, каждый помнит переходный возраст, который приходится на школьные годы чудесные. Гормоны бурлят, становится сложно усидеть на месте. И, к сожалению, довольно часто задор юности проявляется в самой вульгарной агрессии. Довольно неприятный инцидент произошел в Свердловской школе номер два. Словесная перепалка между учениками 6-го А-класса переросла в драку. Травмы получил 12-летний Олег Цепурин. Разбитую губу осмотрела школьная медсестра. Других повреждений не заметила, и ребенок вернулся на урок. Однако позже родители забили тревогу. Сын пришел домой с сильной головной болью. Просто даже шаг не мог делать. Он говорит, не могу идти. И рассказал ситуацию, что на уроке в час дня, он пришел в 4 вечера, а в час дня произошел инцидент на уроке, на перемене. Мальчики, он сделал замечание мальчикам, мальчики отреагировали очень агрессивно на замечания и нанесли ему травмы. В итоге вечером Олег попал в травмпункт. После мальчик был госпитализирован на 6 дней с диагнозом сотрясения мозга. В результате все обошлось. Сейчас ребенок чувствует себя нормально. Однако недовольство родителей и руководство школы вызвал по крайней мере один момент. После драки классный руководитель о произошедшем не сообщила. К сожалению, мне непонятно, почему классный руководитель в этой ситуации так себя повел. Она даже не поставила в известность меня в этот же день. Я узнал, к сожалению, об этой драке только на следующий день. И только со слов мамы пострадавшего. Мама пострадавшего позвонила мне. И мы тут же с ней встретились. Вызвали родителей другой стороны. Я написала заявление в школу, директору. Но сразу не произошло никаких, потому что, наверное, не так все это восприняли. И директор об этом не знал. То есть классный руководитель не сообщил никому об этом. Если родитель узнает постфактум, то есть ребенок пришел из школы и рассказал, это ЧП. В связи с чем у нас привлечен к ответственности классный руководитель, который не сообщил родителям и не довел эту информацию, которая произошла, до директора школы. То есть директор школы узнал тоже постфактум об этой ситуации. Председатель районного комитета по образованию предупреждает. Если происходит подобный инцидент, необходимо в любом случае вызвать скорую и сразу сообщить родителям. Уже они принимают решение отвезти ребенка в больницу самим или доверить эти действия ответственным педагогам или медикам. В результате мама пострадавшего ребенка подала заявление в полицию. Правда, затем отозвала, по ее словам, чтобы не портить жизнь другим ученикам. Руководством школы были приняты все необходимые меры. Зачинщиков в драке поставили на внутрешкольный учет. С ними проведена воспитательная беседа с участием инспектора по делам несовершеннолетних. В 6-м А назначен новый классный руководитель. Сейчас атмосферу в классе. Мама Олега Цыпурина оценивает положительно и даже вручила благодарственное письмо директору школы. Спасибо вам, что вы быстро реагировали на нашу проблему и решили такую ситуацию. Надеюсь, больше такого не повторится. Спасибо вам. Спокойная обстановка. У нас сейчас новый классный руководитель, у которого 25 лет стажа преподавания. И мы очень довольны. Разумеется, инцидента бы вовсе не случилось, если бы классный руководитель не допустила конфликта между детьми. Так, чтобы избежать подобных ошибок в дальнейшем, учителям необходимо не только выучить и соблюдать должностную инструкцию, но и чутко относиться к психологическому климату в отношениях между ребятами. Александра Гранич, Игорь Поляков, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Ну, кажется. Спасибо.